Добрый вечер, дамы и господа. Поговорим сегодня об ИГИЛ, как я и анонсировал. ИГИЛ, как я понимаю, самая волнующая сейчас тема всех людей. Ну, наверное, потому что они такие крутые, жестокие, и потому что, наверное, многие видят в них очень большую страшную силу, которая может со временем как-то совсем серьезно влиять на развитие многих стран на этой планете. И, конечно же, такая сумасшедшая сила, она не может не волновать людей, да, потому что люди, как правило, думают, что если эта организация, да, она состоит из сплошных камикадзе, то как такую организацию победить? К тому же она все время растет неуклонно, потому что она дико популярна. Как говорил Арханжемаль недавно на эхе Москвы, ИГИЛ – это что-то вроде большевиков. Вот я категорически с Арханжемалем не согласен в этом смысле, потому что ИГИЛ, безусловно, никакие не большевики. И не большевики, а не по той причине, что он их сравнивал с большевиками, конечно, по другой причине. Но прозвучало это именно так. Он говорил, что да, вот, типа, большевики пользовались какими-то чудовищными методами во время революции. Соответственно, ну да, пользовались, да. Любая революция – это, конечно, не белые перчаточки, это совершенно понятно. Это резня страшная, как и любая война. Я вот сегодня почитал книжечку про войну, воспоминания всяких ветеранов. «Войны не женское лицо» называется. Книжечка хорошая, на мой взгляд, поучительная. Я никогда, собственно, о людях, которые на войне побывали, не был иного мнения. То есть для меня это, конечно же... То есть, не, вот для меня совершенно неважно, какие цели эти люди преследовали, да. Гуманистические, хотя вообще-то... О гуманизме, ну, какая может быть вообще речь? Хотя слово «гуманизм», оно ключевое в нашей беседе сегодняшней, в моем монологе сегодняшнем. И я поясню дальше, почему. Ну, вернёмся, наверное, вот к этой книжечке, да. Это всё такое интро, я подвожу. Я просто пытаюсь объяснить вам, тем, которые пороха не нюхали, Ну, я бы тоже не нюхал, правда. Вот. Ну, довольно хорошо себе представляю, что это такое. Вот. Ну, человеческие смерти я видел, да. Вот начнём с того, что я как бы хоть и не видел, не присутствовал при расстрелах, не присутствовал при каких-то военных действиях, я видел многое в своей жизни. Видел умирающих, видел разорванные трупы, видел в клочья истерзанные тела, видел агонию человеческую много раз. И вполне себе представляю, что такое запах крови, настолько сильный, что он просто въедается тебе в каждую пору, и ты дышишь буквально этой кровью. Вот это я всё знаю, не понаслышке. Это не работа в морге, это работа в приёмном отделении. Когда-то я работал, и тогда привозили разные стерзанные трупы. Когда ты работаешь в медицине, то, соответственно, ты видишь так много смертей, так много агоний, так много всякого ужаса, что ты перестаёшь вообще это воспринимать как-либо. Вот, к счастью, я не был солдатом, поэтому я не убивал никого. И, ну, вот людей умирающих, повторяю видео. Теперь вернёмся на территорию войны. Война – это то, когда ты не просто медик, и не просто видишь последствия чего бы то ни было, каких-то катастроф, убийств и так далее, но сам, собственно, являешься той причиной, из-за которой все эти тела появляются. Этот запах крови, этот запах палёного мяса и так далее, и так далее. Конечно, это всё сказывается на человеческой психике. Я могу вам сказать, что любой человек, работающий даже просто в медицине, это немножечко псих, конечно, потому что он перестаёт воспринимать это как нечто чрезвычайное. Но он, повторяю, он всё-таки как бы сражается со смертью, так или иначе. То есть он на стороне добра. Человек, присутствующий на войне, неважно за кого и за что, за какие идеи и за какие цели он сражается, он, несомненно, находится на стороне зла. То есть он отнюдь не борется со смертью, он её носитель, он ангел-истребитель, если угодно. Быть ангелом-истребителем – очень тяжёлый адский труд. Да, человек привыкает. Да, человек привыкает к мясному конвейеру, когда каждый день на его глазах отрываются массово головы, разрываются массово чьи-то тела, бегущие рядом навстречу или просто рядом с тобой и так далее. Ещё хуже – это какая-то рукопашная битва. Никакое кино, конечно, это передать не может. И только вот зная, что каков запах крови, что такое человеческие кишки, выпущенные из брюшины, что такое бьющийся в агонии человеку, который выпил, например, кислоту и как он харкает собственными внутренностями, ты понимаешь, немножечко понимаешь, что такое война. Война – это то, что я видел, помноженное на миллион. То есть это когда перед тобой ни два, ни три, я видел за раз не менее шести корчащихся в агонии тел. Ну, я не видел, конечно же, сотни и тысячи тел. Тогда, когда до горизонта всё усыпано такими телами. Такого я не видел, безусловно. И когда я воображаю себе такие картины, то мне просто становится совсем не по себе. Так что никакое кино ничего передать, естественно, не может. Оно не может передать ни запаха, ни агонии, этой самой чудовищной агонии, когда люди обсираются от страха. Они обсираются от страха, ну, даже это просто такие чисто физиологические реакции, потому что ты не можешь не обсираться от страха. Смерть, она некрасивая. Даже обычная смерть в постели, так называемой, она совсем некрасивая. Ты всё равно мечешься в этой самой агонии. Ну, вот есть хороший фильм Ларса Фон Триера. Один из последних его фильмов в двух частях, в котором есть сцена агонии одного из главных героев. Она довольно подробно, натуралистично представлена. Я такое наблюдал в жизни. Там она с купюрами сделана. «Нимфоманьяк» называется этот фильм. Если кто не видел, посмотрите именно за этой сценой. Может быть, вам немножко станет понятнее. Как всегда, у Триера всё очень тяжело и страшно. потому что Триер натуралист, как и я. И имея такой опыт, как у меня, ну, наверное, будучи режиссёром, хочется как-то это всё передать на плёнке. До сих пор мне в жизни, к сожалению, не удалось снять ни один по-настоящему масштабный фильм. Мне всегда хотелось снять фильм про войну, про войну настоящую. страшную, бесчеловечную, вот со всеми этими вещами. Но никто, конечно, мне никогда денег на это не даст. Потому что никто ни в одной стране мира не хочет знать никакую правду. Люди любят декоративный хоррор, где кровь хлещет, как из ведра, но видно, что это не кровь, а какой-то заменитель. И так она не хлещет, конечно же, как фонтанами, как у там какой-нибудь Тарантино или в любом другом хоррор-фильме. Ничего, ну, ни в одном, наверное, хоррор-фильме нету достоверных настоящих мучений человеческих, потому что это по-настоящему страшно, а вот и триггеры есть. Вот за что ему честь и хвала. Я, наверное, уже об этом говорил, у меня почему-то какое-то дежаве возникает на эту тему, по-моему, я что-то говорил, подумал. Ну, да ладно, повторюсь еще раз. Вернемся к ИГИЛ, то, с чего мы начинали. Да, книжечка про войну-то хорошая. Война, которая не имеет женского лица. у войны не женское лицо. Рекомендую к прочтению. Я как-то имел честь еще, будучи совсем сопляком, случайно в поезде встретиться с одним ветераном, который, в общем, мне рассказывал всякие жуткие вещи. А я как-то, наверное, он, может быть, мало кому рассказывал такие вещи, я не знаю, на самом деле, это была случайная встреча. Он, для того, чтобы я ему поверил, зачем-то предъявлял мне свое удостоверение и так далее, и так далее. Ну, наверное, чтобы я не подумал, что он сумасшедший, наверное, хотелось ему выговориться вот перед молодым человеком, рассказать все это, весь этот ужас. он, естественно, не скупился на всякие подробности, и вот тогда у меня возникли в голове, конечно, идеи снять правдивый фильм о войне. Я был очень впечатлен. И читая вот такие вот книжки, как «Война и женское лицо», конечно, тоже понимаешь, что этот человек, скорее всего, не врал, и ему не было смысла врать, что война – это, конечно, вот такой вот ад. А что он рассказывал? Ну, он рассказывал о том, что никто не эвакуировал раненых, что их просто, например, бросали, да, заколачивали в вагоны товарные и бросали на путях. Ну, и так далее. То есть, ну, один из таких фактов смешных. Я могу себе представить, что это было. Ну, как бы все знают приказ Сталина, что кто сдался в плен, тот, соответственно, предатель. Да, поэтому люди старались и в плен не сдаваться, и никого не сдавать. А если не было возможности кого-то куда-то эвакуировать, то их обрекали на такую вот смерть. Правда, зачем же даже потратить на них пули, на этих людей, если можно просто заколотить его в вагоны, сами сдохнут, что называется. Вот, никакого милосердия на войне не бывает, никакой романтики, вообще ничего такого из того, что в кино показано. все это чушь собачья. И вот вернемся к ИГИЛу. ИГИЛ организация, которая ведет войну. Она воюет просто-напросто этой организации, а потому она, конечно, впрямую смыкается с тем, о чем я перед этим с вами говорил. Но сейчас возникает слово гуманизм. Совершенно недавно я услышал от одного серьезного человека, и уже не от одного, а от нескольких серьезных людей, которых можно назвать ведущими эстетами современного мира, некие такие идейки о том, что такое настоящий гуманизм. И эти люди вслед за поэтом Блоком, который к концу своей жизни, как известно, немножко, ну, как говорят, спятил, но на самом деле дошел до какой-то крайней точки мизантропии. И например, известен факт, что когда тонул корабль «Титаник», и Блок прочитал это в газете, он записал себя в дневнике «Слава Богу, есть океан». То есть вы понимаете, в чем это «Слава Богу, есть океан». Значит, «Слава Богу, есть стихия», которая отправила на тот свет определенное количество людей, которых он, естественно, ненавидел. То есть он под конец своей жизни стал ненавидеть все человечество. И в то же время он писал такие вещи, как «Скифы», да? «Скифы» «Азиаты» «С раскосами и жадными глазами». То есть он в этих «Скифах», обращался естественно к революциям. Не секрет, что стихотворение «Скифа», оно посвящено Октябрьской революции. Но «Скифы» это такие вот кочевники, племена, убийцы, людоеды и так далее. И, значит, Блок, ассоциируя революцию революционеров с этими «Скифами», он восторгается этой стихией, пиршеством ада, пиршеством и людоедским кровавым пиршеством, беспределом и так далее. Он это возвеличивает и объявляет настоящим гуманизмом дикарским. И настоящий гуманизм свежей крови видит в этих дикарях-Скифах. Естественно, антагонист этого дикарства это машина цивилизации, где все упорядочено, где все разложено по полочкам, регламентировано и так далее. То есть то, что представляет некий порядок. А соответственно, раз это имеет какой-то порядок и регламент, то это естественно не дико и не гуманно одновременно. Гуманизм встречается только там, где никакого порядка нет, а есть хаос. Есть настоящий хаос. Надо понимать, что подразумевается под этим словом гуманизм у блока и что подразумевается у тех людей, которых я сейчас не стану называть их фамилией, но я думаю, что скоро вы узнаете, о ком я говорю. Так вот, настоящий гуманизм это именно людской хаос, потому что он ближе к природе, ближе к зверю. А гуманизм это не то, что вы думаете, это не любовь к человеку, а это как бы человекообразие. Человекообразие в данном случае подразумевает именно натуральный хищнический инстинкт, потому что человек это хищник, да, и вот в общем-то, иначе говоря, гуманизм это синоним слова хищничества. Настоящее хищничество и гуманизм это родственные слова, и, соответственно, все эти люди и блок, и нынешние современные блокоподобные эстеты, они имеют в виду одно и то же. И, опять же, подводя, я уже думаю, что скучно становятся, но как бы блок жил при большевиках, то есть восхищался этими всеми хищническими инстинктами, у большевиков называют гуманизмом. Нынешние эстеты считают, что ИГИЛ именно то самое образование, в котором эти хищнические инстинкты проявлены наиболее четко, и значит, соответственно, они-то и есть современные гуманисты, которые являются антагонистами современной европейской американской цивилизации, где все машинизировано, все структурировано, все пребывает в неком порядке. Вот этому порядку противопоставляется стихия хаоса, разрушения. И, конечно же, Архан Джумаль, когда он говорит, что ИГИЛ это что-то вроде большевиков, вот тут как бы да. Вот тут я готов в этом смысле, если мы именно блоковское определение большевизма берем, то, конечно, да, в этом смысле есть параллели. Но для Архан Джумали ИГИЛ это безусловно позитив. То есть это большая надежда всего мусульманского мира. То есть мусульманский мир жаждет реструктуризации и жаждет на самом деле этого дикарства настоящего, то есть возвращения к первобытным хищническим инстинктам и в них в этом перерождении в звере очень многие видят позитив, потому что как бы машина цивилизации американская и европейская это цивилизация дьявола по всем этим параметрам и соответственно с дьяволом должен бороться какой-то антидьявол, который соответственно будет полностью противопротивоположен но тут возникает конечно огромное но и огромное противоречие все не так просто потому что ИГИЛ пользуется еще и совсем непростыми средствами для популяризации своих идей совсем не дикарскими если мы посмотрим их видосы то мы увидим что сняты они крайне аккуратно они сняты очень хорошей техникой с соблюдением всех правил кинематографа или хорошего телевидения значит на ИГИЛ работают высококлассные специалисты в этой области то есть это действительно люди получившие западное образование понимающие что такое телеформат что такое красивая картинка и на этой красивой картинке сейчас помешаны все начиная от Ларина и кончая не знаю кем картинка красивая картинка ну кончая пусть и рает например и там еще какими-нибудь людьми которые восхищаются всеми делами типа Рози Брайдоти есть такая известная философшем которая восхищалась пусирают именно из-за того что они умеют создавать эту самую красивую картинку вот ну не только пусирают умеют умеют еще и ИГИЛ создавать эту красивую картинку эстетизировать собственно дикарство да то есть до сих пор до ИГИЛ ну вот вспомним кадры из Чечни да когда отрезали голову вот это на мой взгляд вполне аутентично именно так называемому гуманизму то есть дикарству то есть хищничеству то есть это все снято на трясущейся ВХС камеру оператор не умеет снимать оператор у оператора столько же адреналина сколько и у жертвы поэтому у него трясутся руки и эта тряска это вот тремор оператора это волнение оператора оно передается собственно зрителю и как бы мы видим страшно чудовищную картину да когда отрезают кому-то голову и она усиливается этой тряской операторской естественно и этот документ он правдоподобен он натуралистичен он страшен и дик и со всех сторон гуманистичен если хотите да если мы это слово используем вот что делает и Гилл Гилл делает прямо противоположную вещь он эстетизирует картину убийства того же самого отрезания голов причем оно становится массовым оно становится картинным оно становится эпичным оно становится тем как его рисовали бы какие-нибудь художники возрождения то есть дико красивым на фоне заката шикарные мужики да которые подобраны специально для этого чтобы сделать картинку жертвы причем жертвы и палачи они одинаково красивые они специально выдержаны так как если бы это снимал какой-нибудь не знаю может быть гей режиссер да но такой очень хороший типа Пазолини который бы хотел это максимально эстетизировать ну я не знаю даже Пазолини может быть не очень удачный пример не знаю кто не знаю я думаю кто бы это мог быть ну в общем какой-то очень хороший режиссер задумавшись снять что-то одновременно очень эстетское и совершенно чудовищное вот эти люди они действуют таким образом правда это вот есть единственное но это не игровое кино это жизнь зачем нужно форматизировать эстетизировать жизнь до такой степени чтобы она была встраивалась какой-то формат западных телестанций для того чтобы показать что мы все-таки не дикари что мы по-настоящему хорошо умеем пользоваться западной аппаратурой для того чтобы более ужаснуть зрителя сомнительно я не знаю ответа на этот вопрос на самом деле я все время задумываюсь зачем это сделано черт возьми потому что по идее грязная съемка трясущейся камеры как это мы наблюдали совсем недавно в Ливии она намного страшнее на мой взгляд здесь же возникает естественно резонный вопрос а не постановка ли это я читал комменты между прочим людей которые наверное по боли моего осведомлены в таких вещах то есть те люди которые прошли через Чечню и которые даже наблюдали своими глазами как отрезают голову и вот эти люди пишут что человек в таком случае когда ему отрезают голову то он естественно выглядит совершенно иначе так как сам этот процесс жуткий но естественно он не может быть не жутким человек как бы впадает в такое полнаркотическое состояние в такую истерию перманентную то есть он не может не трястись потому что адреналин ну как бы я думаю что наверное и палач тоже не может быть настолько хладнокровным я не знаю может быть может но доктор может резать хладнокровно. Значит, и палач, наверное, может быть хладнокровным. Ну ладно, палач, бог с ним. Но жертва точно не может. Говорят, что якобы ИГИЛ устраивает бесконечные репетиции и как бы снимает это все вот так красиво. И то есть мы видим этот материал, и так люди эти выглядят именно потому, что как бы много репетиций, они не знают, когда, в какой момент это все произойдет. Так вот, я хочу вам сказать, что это все абсолютно чушь. Это вообще не выдерживает никакой критики. Те люди, которые такое пишут и рассуждают о теориях заговора там и всего прочего, и я не знаю, да, то есть как бы для них это может быть логично. Я человек, который полжизни провел на съемочной площадке, а также, как я уже говорил, не только на съемочной площадке и, соответственно, видел всякие состояния человеческого организма. И вот этот самый человеческий организм, конечно, в процессе никакой репетиции он не может оставаться совершенно безучастным к тому, что с ним происходит. Даже если это просто актеры, которые репетируют казнь, даже в этом случае актер встает, актер в пустыне стоя, одетый. Он не может просто, как бы у него жажда наступает через 3-5 минут после того, как он встал в эту позицию. Потом уже наступает, соответственно, дикая усталость, помутнение в глазах и прочее. То есть это нормальные физиологические эффекты. Представим себе, что несколько репетиций проводятся таких. И жертвам, в общем-то, всем известно, что они, в конце концов, все-таки будут убиты. Хотя им что-то и говорят. Потому что по блеску глаз, потому что по туманным переговорам палачей, по нервности оператора, хотя он и дикий профессионал, и всей съемочной группы, любой человек, которому отрежут голову, понимает, что рано или поздно это произойдет. Но не произошло это вот сейчас. Осичка произошла, да? Он вздыхает. Так, значит, завтра у нас опять репетиция. Хорошо. А это же, на самом деле, очень похоже на что? Ну, догадайтесь, да? На русскую пляцкую рулетку, да? Ну, вот прокрутил ты барабан. Осечка. Да, пуля не полетела тебе в череп, и, соответственно, ты вздохнул облегченно. Значит ли это, если ты принужден далее играть в эту игру, что все закончилось? Нет, в барабане осталось просто меньше патронов. То есть ты один из своих шансов израсходовал. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Так что... Вот такой здоровый образ смерти, который я не могу объяснить ничем. Это загадка. Будем ждать дальше. Что произойдет потом. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. С вами был Олег Маврамати.